Спрашивает Вячеслав Минаков. Город-сад Воронеж стремительно превращается в город-пустыню. Каждый год рубятся тысячи деревьев. Несколько лет назад было на порядок меньше. Еще больше их повреждают во время обрезки, ремонтных и уборочных работ. Между тем, новые деревья растут крайне плохо. Когда заработает экологический контроль работ, которые запустили полтора года назад? И тут же пользователь задает сразу несколько вопросов, даже предложений можно сказать. Можно ли привлекать жителей города к обследованию деревьев перед их рубкой и обрезкой? Можно ли заранее опубликовать информацию о том, какие деревья, когда и почему пойдут под вырубку или обрезку? И можно ли на зиму не закрывать стволы деревьев хотя бы на центральных улицах, чтобы их не повреждали трактора при чистке снега? Наверное, закрывать все-таки на зиму. Хорошо. Знаете, вот на такие вопросы, особенно если они задаются в такой форме, когда то, что называется «любовь к родному городу, так и брыжет» из формы подачи вопроса «пустыня», «все убили», «все вырубили». Это такое, честно говоря, предвзятое совершенно отношение, на мой взгляд. И легко отвечать на такие вопросы с достаточно стандартными вещами, основанными на статистике. Я бы мог так ответить, сказать, что да, в городе Воронеже примерно 23 тысячи гектарных насаждений, и по уровню обеспеченности лесными насаждениями на одного жителя он входит в десятку городов Российской Федерации. Не буду так отвечать. Постараюсь все-таки свою позицию по этому поводу сказать. Во-первых, мы на самом деле имеем достаточно большие крупные зеленые массивы. Но приносят ли они пользу людям, ту, на которую рассчитывают наши жители? Скорее нет, потому что в основном это земли госгесфонда, которые совершенно не оборудованы под то, чтобы жители могли прогулки совершать, может быть, спортом заниматься, какими-то активностями еще. И это точно нужно менять. Сейчас, слава богу, изменилось законодательство, и на территории госгесфонда можно проводить работы, связанные с организацией мест рекреации. Вот, собственно, этим мы и будем в перспективе заниматься. Ну, такие форматы Олимпика, но не в таком крупном масштабе, да, они для нас, собственно, как некий такой приоритет будут. Олимпика имеет в виду то, что вот у нас в северном микрорайоне лесопарк есть. Такие работы планируются и в районе Отрожки, там будет строиться новый микрорайон, и сразу мы с застройщиками рассматриваем эти возможности. Это будет в районе улицы Острогожской, в так называемом урочище Чижовская дача. Я прошу никак не связывать там, не ассоциировать это с депутатом Государственной дамы Чижовым Сергеем Викторовичем. Это историческое название лесного массива. Там тоже просматривается необходимость вот приведения его в порядок и обеспечить доступ и безопасность пребывания там наших жителей. То есть вот это такие глобальные вещи. Конечно, мы должны заботиться и о тех зеленых насаждениях, которые есть внутри города, на улицах в виде деревьев, или парков и небольших скверов. Такая работа тоже делается, и те, кто хочет это замечательно, это видит. Там есть хорошие примеры парк Дельфин, есть пока примеры перспективные, там парк Оптимист. Есть примеры негативные, когда у нас собственники земельных участков в нарушении всех норм и правил пытаются вырубать, и мы на это реагируем, в том числе возбуждая уголовное дело. Нужно ли проводить санитарные рубки? Ну, нужно, конечно. Дерево — это живой организм, оно имеет свой срок жизни. И доводить до аварийного состояния, создавать угрозу для жизни человека или вреда причинения, вреда имуществу, мы просто себе не можем позволить. Конечно, мы это будем делать, но каждое дерево, срубленное в результате таких мероприятий, должно возрождаться дважды. То есть мы должны посадить два дерева вместо одного выбывшего. И такой принцип будем использовать, и всех наших коллег, муниципальных образований, кто, собственно, этой темой занимается, будем на это настраивать. Это наша задача, и мы это будем делать. Конечно, мы не можем сразу посадить дерево 20 метров высотой, с кроной 4 метра, но стараемся более-менее крупномерные деревья высаживать. С точки зрения экоконтроля, я так понимаю, Вячеслав, он экоактивист, и поскольку человек активист, он, наверное, может и должен потратить какое-то личное время на то, чтобы узнавать информацию, обрабатывать информацию и участвовать в мероприятиях, которые связаны с его направлением. У нас на сайте наших исполнительных органов власти и муниципалитета вся эта информация о том, где, когда, сколько будет проводиться санитарных рубок есть. Пожалуйста, приходите, обращайтесь, приезжайте в это время, контролируйте, мы будем это только приветствовать. Но, дорогие друзья, нельзя здесь исходить из того, что я самый умный, и вот это дерево не должно ни в коем случае быть срублено. Давайте доверять и специалистам, людям, которые имеют знания определенные, навыки, инструменты для обследования. Поэтому здесь такая работа, то, что называется совместная. Я прошу в эту совместную работу вас, уважаемые друзья, включиться. Мы к этому безусловно готовы. Это касается и каких-то объединенных жителей в организации волонтерские, организации общественные, так и, собственно, жители просто в инициативном порядке могут в этом участвовать. Нужно ли беречь наши деревья, берегать от работы техники, особенно в зимний период? Ну, конечно, нужно. И, насколько я понимаю, это больше касается города, конечно. Мэр уже такие меры принимает. Мы с ним беседовали на центральных улицах, особенно там, где мы новую высадку произвели. Это будет делаться. И укрытие стволов, и ограждение самих деревьев там с трех сторон. Ну, то есть это все будет делаться. За это спасибо, за предложение. Безусловно, мы будем его использовать. Еще раз, дорогие друзья, я прошу всех подходить объективно к этим вопросам. И нельзя просто на эмоции говорить о том, что все пропало теперь, и ничего нельзя исправить. Все исправим, все будет развиваться. И, поверьте, город точно будет хорошить. Сейчас самое время такого внутреннего туризма. И можно посмотреть другие регионы, другие города Российской Федерации, ближнего зарубежья. Уверен, что, возвращаясь, вы все больше и больше будете любить Воронежу. Ну, и доверяем, естественно, специалистам.